Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Камелот Джи. Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 намного превосходит устаревшие F-16. По разным оценкам, для уничтожения такого российского истребителя потребуется от 10 до 30 F-16 Fighting Falcon. Однако самолетов все равно не хватит, чтобы противостоять Анкаре в Сирии. Россия и Турция в настоящее время совместно патрулируют северную часть Сирии. Российские и турецкие военные сегодня приступили к совместному патрулированию в Сирии в районах, обозначенных в Сочинском меморандуме, который на прошлой неделе приняли Владимир Путин и Раджеп Тейп Эрдоган. Перед началом патрулирования на север Арабской Республики были дополнительно переброшены 20 новых бронеавтомобилей. Резервы для работы, говорят командиры, есть. Репортаж Гусейна Гусейнова. Этот маршрут российской военной полиции уже знаком. Перед началом патрулирования границы совместно с турецкой армией наши специалисты досконально изучили трассу. Контрольные точки обозначены, отработаны вопросы безопасности. Этот пункт пропуска – место встречи с военными из Турции. Однако совсем недавно едва не начали воевать друг с другом. Анкара обладает новейшими ударными беспилотниками, а с недавних пор и системами С-400, которые купила у Москвы. Более того, Турция высказала заинтересованность в американских системах Патриот, которые, возможно, тоже приобретет. Плюс, нельзя забывать о внушительном флоте F-16, которые составляют истребительный кулак президента Реджепа Таипа Эрдогана. Как напоминает издание The National Interest, Турция даже всерьез подумывала об С-500. Однако теперь, судя по всему, Анкара вообще перестанет покупать российское вооружение. Конфликт России с Турцией в Сирии без использования стратегических вооружений крайне невыгоден Москве. Ну, невыгоден нам конфликт с Турцией. Пока. Однако смогли бы изменить ситуацию, принятая на вооружение Су-57. В данный момент готового истребителя, по сути дела, нет. Есть только прототипы. Сложно представить, что в ближайшие годы будет выполнен контракт по поставке Воздушно-космические силы России 76 истребителей Су-57. У нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин. Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов. Более вероятным выглядит количество в 10 самолетов, которых хватит на формирование одной эскадрильи истребительного спецназа. Санкции, а теперь и коронавирус, привели к сокращению финансирования программ вооружения. Мы будем проводить санкционную политику, пока Россия не выполнит все условия. В небе Сирии, у Су-57, у которого будут работать все системы, может быть только один конкурент. Ф-22 Раптор. Однако количества 57-х просто не хватит, чтобы добиться перевеса с Турцией. Основную работу будут делать Су-30СМ, Су-27 и Су-35С. Это продвинутые истребители четвертого поколения. И против турецких F-16 Си-блок-50 это грозное оружие. Ты в край родной, родная песня наша, Туда, где мы тебя свободно пели, Где было так привольно нам с тобою. Улетай на крыльях ветра, Ты в край родной, родная песня наша, Туда, где мы тебя свободно пели, Где было так привольно нам с тобою. Что же касается Су-57, то благодаря радару с активной позированной антенной решеткой АФАР Российские летчики должны раньше засечь противника И поразить его ракетами воздух-воздух средней Или даже большой дальности. Ведь в воздушной дуэли побеждает тот, Кто первым увидел противника. Если не секрет, Какое количество воздушных целей Вы можете вести одновременно? До 30. Сразу отслеживать. Это могут быть и самолеты, и ракеты. Да, 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 это все воздушные цели. Скажем сразу, такое зрение Су-57 Обеспечивает антенна, Распределенная по всему самолету. Для понимания, на Су-35 Локатор всего один. И расположен он только в носовой части фюзеляжа. И ни на одном нашем самолете Прежде такого количества антенн не было. До настоящего времени И у нас, и у зарубежных наших партнеров, Скажем так, только один локатор носовой. Ни на Ф-22, ни на Ф-35? Нет, нет. Ни у англичан, ни у шведов, ни у кого? Нет. Разрабатывают эти чудо-локаторы Подмосковным Жуковском. В ней и приборостроение. Именно здесь, еще в конце 70-х годов, Создали первую в мире фазированную антенную решетку Для истребителя. В то время на Западе О таких технологиях даже не мечтали. Впервые на выставке в Лебурже, Когда сняли обтекатель МиГ-31, И все увидели антенную решетку, То это был, в общем-то, шок для специалистов, Потому что до того времени Никто никогда на истребителях, На борту не ставил фазированные решетки И не имел электронного сканирования. Такие локаторы обеспечивали сопровождение Сразу 10 целей И одновременный обстрел Сразу 4-х. Для того времени результат просто невероятный. Но на этом ученые не успокоились И пошли еще дальше. Создали еще более мощный локатор АФАР Активную фазированную решетку. Для понимания, Обычный локатор Это антенна, приемник и передатчик. А АФАР состоит Из тысяч миниатюрных модулей, Каждый из которых осуществляет Прием и передачу. И это только одна антенна. Так вот на Т-50 Все гораздо сложнее. Представьте, что такие АФАРы Распределены здесь По всему планеру. С таким распределенным радаром Су-57 может быть теперь уже Не только истребителем, Но и самолетом-разведчиком, И наводчиком. В том числе и для беспилотной авиации. Ну а промышленная сборка этих радаров Налажена в Рязани. К вашему вниманию представляется Конечный продукт, Который выходит С станка с числовым программным управлением. Из себя представляющий Очень сложный корпус. По бликам Видно Качество, Частота обработки, Которые требуются, соответственно, Для новой аппаратуры До пуска, Которые вот на такой длине Необходимо обеспечить До 50 микрон На метровой длине. Как мы уже поняли, Сразу после сборки Антенну тут же Отправляют на испытание. Ни одна деталь На Т-50 Не встает неиспытанной. При этом Режим работной передачи Имитирует полное Излучение Выходной мощности, Как в составе самолета Происходит При работе В локационном режиме. В итоге Получается радар, С помощью которого Летчики Видят все, Что происходит в небе В радиусе Нескольких сотен километров. Под Су-57 Специально модернизируют Гиперзвуковую ракету Воздух-воздух Р-37М Дальнего действия До 300 километров Это мировой рекорд. И вот тогда Это будет совершенное оружие. Натовцы уже назвали его Фрейзер Истребитель лезвия. Точнее и не скажешь. По мнению Тех же западных экспертов Истребители Американского производства Проигрывают Именно в ракетах Средней дальности Россию и Китаю. Новейший Китайский истребитель Пятого поколения МЖИ-20 Берет фюзеляр Дальнобойной ракеты ПЛ-15 С максимальной дальностью До 300 километров. И пусть в реальном Воздушном бою Этот показатель Вряд ли достижим. Все равно Это больше Чем у американской АМ-120Д Дальность которой Составляет До 180 километров. Китайский истребитель Вооружен Четырьмя ракетами Дальнего радиуса Действия ПЛ-15 И Четырьмя ПЛ-10 Для ближнего боя. Пятнадцатая Это аналог Российской Р-37М Но В любом случае У России Не будет Достаточного Количества Аэродромов Чтобы вести Затяжную войну С Турцией Кроме того Москва Испытывает Огромный Дефицит В самолетах Дальнего Радиолокационного Обнаружения ДРЛО Не хватит И заправщиков Мусорный ветер Дым из трубы Плачь в природе Смех сатаны А все от того Что мы Любили ловить Ветра И разбрасывать Камни Если понравилось Видео Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Жмите колокольчик Чтобы не пропустить Новые выпуски На этом все С вами был я Камелот Джилл Хороших боев Хороших союзников Не теряйте веры Друзья И помните Нас ведут К тем истинам К которым Мы готовы Пока Продолжение следует Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok